Рыбий жир 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 не стоит особняком и апогеем, что это единственный источник жиров, который необходим нашему организму для того, чтобы существовать. Источники жиров должны быть различные. И, скажем так, у людей с пониженным уровнем тестостерона, что такое часто случается, да? Ну, бывает у нас, особенно в современном мире, в офисах рабочих, тестостерон низкий, это зачастую является таковым. Синтез наших половых гормонов происходит за счет холестерина, за счет животных жиров преимущественно. В первую очередь, допустим, для синтеза гормонов нужны животные жиры. Если мы говорим о оболочках, да, вы правильно заметили, что нужно не только жирный, ну, репейный жир, а также нужно и архидоновую кислоту, чтобы синтезы отборол. По поводу кокосового масла, конечно, это совершенно не панацея, хоть оно и содержит очень много там жиростворимых витаминов и своих жирных кислот. Но это не панацея. То есть самое лучшее – это комплексный подход в диете с различными источниками жирами, чтобы понимать и высчитывать свои нутриенты. Расскажи, пожалуйста, по жирам. Вот ты ешь, питаешься, да, расскажи, вот твои приемы пищи, что у тебя входит в течение дня. Идеальный вариант. Да, идеальный вариант. Расскажи, пожалуйста, что ты получаешь жиры, кроме баночки. Все очень просто. Я, как бы, чтобы не мудрить и ничего не напутать у себя в рационе, у меня дома стоит 4 различных растительных масла. Как правило, они меняются. У меня еду в жена. Последнее, что у меня стояло – кунжутное, льняное, оливковое и подсолнечное нерфинированное масло. Основные источники жиров – это вот эти масла. Также я ем омега-3, я потребляю в капсулах, да, но в целом, как бы, и часто я люблю нутриенты получать, в первую очередь, конечно же, из еды. Поэтому лосось у меня обязательно ежедневный прием идет. Стейка и яйца. Яйца – это третий источник жиров, который я, соответственно, уделяю таким основным моментом. Опять же, если вы растительные растительные, если удобно, капсулы хочется выше концентрацию, есть омега-3,6,9. У нас в капсулах эта смесь, как раз таки, опять же, жирных кислот, там идет сразу рыбий жир, непосредственно масло, барео, огуречник. Как он выглядит, не знаю, но называется огуречником. И, естественно, еще льняное масло. То есть они, опять же, комплексом идет, 3,6,9, совместным таким вот элементом. Это для тех, кому нужно дозировать. Потому что понятно, что в разрезе калорийности не все из вас могут позволить себе, как Алексей, добавлять большое количество масла растительных, как заправку салата. Потому что на его мышечную массу это все горит, и ему надо калории получать. То есть ему просто надо ему. Ну, это норма. Если вы менее габаритный в данный момент еще атлет или девочка, то да, конечно, для вас скорее проще, эффективнее, чтобы не получить лишние калории, съесть капсулу 30% омега, где будет, так, грамм жиров, 30% из них будет омега-3. На тот момент, когда в обычной, да, вот там лосось у вас будет 10%, да, потому что там ее концентрируют. Да, это удобнее. Как раз-таки, почему жирные кислоты 6,9, да, соответственно, ну, конкретно, как бы, линолевая кислота и орхидоновая, когда вот воспаляются мышцы наши, они участвуют в очень мощном ресинтезе, чтобы просто гладин, так сказать, узнать. Но это не то, что они провоцируют воспаление, а наоборот, они участвуют в реконструкциях. То есть, как бы, просто в этом процессе, при синтезе мембране, они очень сильно замешивают. Вот и все. По поводу важности омега-6,9 жирных кислот, их очень много содержится в растительных маслах. Поэтому, вот есть продукты эссенциальные, которые никогда не поступают, да, у нас, ну, скажем так, вообще сами не синтезируются в организме, и, словно, доступны, как бы, из источников надо выбирать. Просто омега-6 и 9, они не являются критическими факторами, что их так прям не хватает, как дайкозовые кислоты. У нас мало изучений. Если мы смотрим в Соединенные Штаты Америки, там омега-3 это лекарственное препарат. Лекарство от сочностудистых заболеваний. На след практике со спортсменами изучение лабораторных исследований различных омега в крови, скажем так, у людей, которые занимаются физически, да, как бы, спортом, с использованием топинговых средств, особенно, у них страдает липидограмма. Очень сильно страдает липидограмма. Увы, как бы, потому что жиры входят еще и в транспортные функции. Если, допустим, каждый пойдет и сдаст кровь у себя на липидный профиль, оно видит там некие отображения липопротеинов. Высокой плотности, низкой, при глицериде и индексе атерогенности. Вот этот фактор напрямую вам наследует и говорит о том, что хватает у вас конкретно полинасичных жирных кислот, ну, и непосредственно этих транспортеров, или не хватает. Омега-3, конечно же, влияет на липидный профиль. Еще есть свойство жиров такое, что, скажем, если вы используете растительные жиры в рационе, у вас кишечник, перистальтика кишечника, она становится намного быстрее. Если вы используете животные жиры, такие, какие свинину пожарили на сковородочке, она там застыла, белым таким налетом, вот эти все жиры, они тормозят перистальтику кишечника. Поэтому вы видели часто, допустим, у людей, которые сначала потолстели очень сильно, потом пытаются скинуть, скидывают жир хорошо, а вот кишечник уже растянут на полностью, потому что там конкретную застойку, годовалую. И вот с помощью таких жиров животных и растительных вы можете даже влиять на кишечник. Субтитры сделал DimaTorzok